Сидим дома. Этот хэштег звучит как призыв. Особенно он актуален для тех, кому больше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, беременных. Даже к врачам без острой необходимости не стоит ходить. Медики еще раз напоминают о необходимости самоизоляции. В Чебоксарах в больнице скорой медицинской помощи врачи работают в усиленном режиме. Количество обслуживаемых пациентов увеличилось. В структурном подразделении БСМП поликлиники Северный особый режим. Он предполагает и особый алгоритм действий. При входе теперь не просто здороваются. Врачи принимают тех, кому действительно нужна помощь, здесь и сейчас. Я постоянно дома был. А сейчас получил травму, упал. У меня травма и, наверное, заражение или что пошло. Нога похлая, и это красными пятнами пошло. Поэтому-то я боюсь, что погрена будет, может быть. Они сказали сюда прийти. Основную работу врачи стараются проводить на выезде. Плановые посещения у нас отложены на какой-то период. Профилактические осмотры и диспансеризации отменены в настоящее время. Мы проводим прием только экстренных и неотложенных пациентов. И основная работа ведется у нас на участках. В отделении остается 31 человек под наблюдением. И у 111 человек снято медицинское наблюдение. Анализы у них отрицательные. Но если уж избежать визита к врачу не удастся, то в ход идут особые меры защиты. Пациенты проходят поликлинику в два потока. Для тех, у кого недомогание из-за температуры, отдельный вход. Так называемый фильтр уменьшает риски заражения здоровых пациентов. Вот это называется зона ограничения. Это зона изоляции, то есть бокс. Здесь мы пациентов распределяем, с какой целью он нас посадил. Если у него температура, он болеет первые сутки, острое заболевание, все катарактные явления, то непосредственно пациента приглашаем, обрабатываем руки, меряем температуру и затем он идет на прием к врачу. Люди по-разному относятся. Но по крайней мере стараемся доступно для них объяснить, чтобы не было конфликтных ситуаций. И люди как бы понимали и слышали всю ту важность ситуации, которая на сегодняшний день у нас. Хоть очереди в коридорах и исчезли, медики признаются в условиях пандемии. Количество пациентов резко увеличилось. Многие бегут к врачу чуть ли не с насморком. Слабость, недомогание, температура и головная боль. И как бы провериться, и больничный ужин. И все же те, у кого есть температура, должны вызвать врача домой. Работа идет напряженно, но штатно. Наша задача общая. Это минимализировать общение людей. Контакт через руки. Поэтому нужно постоянно думать о том, как руки обработаны, чистые ли они, ну и так далее. Обработка поверхностей. Говоря о воздушно-капельном путепередаче, это проветривание. Прерывать контактную цепочку. Находиться дома, находиться на изоляции. Это поможет побороть инфекцию. Под особым контролем приезжие. В связи с повышенной заболеваемостью коронавирусом в мире и с угрозой его распространения, к нам ежедневно поступают сведения о лицах, прибывших из-за рубежа. С Роспотребнадзора, а также сознательные лица сами звонят к нам в колл-центр и сообщают нам о том, что они приблили из-за рубежа. За такими лицами мы устанавливаем наблюдения два раза в день с термометрией, берем анализы. В первый день у температурящих больных, у остальных берем на десятый день по прибытию из-за рубежа. В случае необходимости им выписываются листки нетрудоспособности. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.